Долгожданная премьера комедии «Сон в летнюю ночь» состоялась в театре драмы. Вопреки опасениям руководства, в зрительном зале почти не осталось свободных мест. Главный режиссер Зурапнана Башвили представил пьесу о подлинных чувствах, об истинной любви. Должна ты быть готова или умереть за нарушение отцовской воли, или обвенчаться с тем, кого он выбрал. И дать навеку алтаря Дианы обед безбрачий с новой жизни. Театр драмы обращался к пьесам Шекспира трижды. В 1982 году постановку спектакля «Отелло» осуществил Игорь Южаков. Через год режиссер Борис Гранатов поставил спектакль в комедии ошибок. «Сон в летнюю ночь» опустился на город спустя 30 лет. Этого события в театре ждали давно. У нас была попытка поставить короля Лиры, но к этой великой трагедии мы не смогли подойти, поскольку у нас не хватало мужского состава в труппе. А спектакль по Шекспиру всегда многонаселенен, и большей части именно в мужском составе. Поэтому нам пришлось отказаться от этой идеи. Но самое главное, что приехал Зурабан Зурович. Потребность в таком поэтик-романтическом стиле Зураба, она очень востребована и нужна сегодняшнему зрителю». Жизнерадостная и жизнеутверждающая романтическая комедия создаёт хорошее настроение. У тех, кто её посмотрит, обязательно возникнет ощущение праздника. «Ты должен взять на себя роль физбы». «Да, кто это будет физба? Ага! Странствующий рыцарь! Эй!» «Нет, нет, это дама!» «Ну, уже в долгий рамп!» «Нет, частью вас прошу, не заставляйте играть мне женщину, а? У меня уже борода пробивается». «Вот это вот ничего не сдача. Будешь играть в Москве и пищать самым дольненьким голоском». В постановке комедии задействовано 15 ивановских артистов. В основном это мастерые актёры, профессионалы своего дела. Михаил Кашаев некогда исполнял роль Отелло. В комедии «Сон в летнюю ночь» он обаятельный ткач по прозвищу «Основа». Вообще в Шекспире играть – это большое удовольствие и радость для любого артиста. А для меня тем более. Здесь слилось всё. И музыка, и свет, и костюмы, и игра артистов. То есть это такой ансамбль, который, в общем-то, должен существовать вообще в театре. Вообще в театре. Если есть такой ансамбль, я говорю, значит, есть театр. Комедия «Сон в летнюю ночь» – это первая серьёзная работа Михаила Богданова, недавнего студента колледжа культуры. Дебют молодого актёра совпал с днём рождения. Режиссёр Зураб Нанабашвили стал своего рода крёстным отцом Михаила на сцене. Он мне постоянно говорит, говорит, на сцене интересно смотреть, когда там мужчина и женщина. Надо быть мужчиной, надо быть женщиной. А у нас надо как-то, получается, вялым. Мужчина не может быть вялым, он должен быть сильным, он должен быть настойчивым. Это самое главное, что у меня сначала не удавалось. Какая-то внутренняя сила и энергетика должна быть, стержень. Но ничего, приобрету. После премьеры работа над спектаклем продолжится. Ошибочно полагать, что артисты, однажды задвердив роль, действуют по накатанной. Перед каждым спектаклем у нас будут текстовые репетиции. Репетиции и репетиции будут для массовых сцен, потому что текст довольно сложный, физическое действие довольно насыщенно. Много очень каких-то профессиональных задач перед спектаклем, которые должны выполняться перед каждым спектаклем, потому что каждый этот спектакль должен быть праздник, который будет говорить о совершенно другом и ином уровне, которого, к сожалению, на нашей сцене не было за последние двух с лишним лет. Ивановские зрители восприняли постановку с восторгом. От летней ночи повеяло необычайной свежестью чувств и эмоций. Не было тех, кто ушел, не досидев до конца. Давно не было вот такого чувства, как в детстве, когда ты пришел на елку, когда у тебя в жизни какая-то большая радость, когда ты получил подарок. Вот совершенно детское чувство. И спектакль, если говорить о чем, то, наверное, прежде всего о любви. Так мало мы в жизни говорим о любви, и так хочется хотя бы со сцены услышать о ней, какой она должна быть. Искусство Мальпомена призвано служить зрителям. Без них существование театра теряет всякий смысл. А если праздник на сцене удался, значит, есть повод работать и творить дальше. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.